В технических видах спорта без обновок никуда. Будь это новый гоночный автомобиль или свежая модель аквабайка. Вот и мотогонщики клуба «Восток» тоже решили обновиться. Ряд двухколесных коней пополнили сразу 8 аппаратов, 2 спидвейных и 6 мотокроссовых. Подарок пришел от Краевого департамента спорта. Мы, конечно, немножко не были уверены, что будет какая-то покупка произведена, потому что где-то финансирование тяжеловато, где-то еще что-то. Но когда нас пригласили и сказали, что мы включены в субсидии и будет такая помощь в нашей детской школе оказана, мы были очень рады, естественно. Свою заявку мотогонщики Владивостока отправили в департамент весной этого года. И вот, свершилось. Более того, Край включил клуб в дальнейшее субсидирование в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта в Приморском крае до 2020 года. Поэтому новинок будет больше. А пока это 8 байков от известных компаний Husqvarna и JRM. Общая сумма покупки – примерно 3,5 миллиона рублей. Техника серьезная. Данная линейка представлена двухтактными моторами. Это вот детские. И у нас также представлена линейка четырехтактных моторов. Это более распространенная линейка для участия в соревнованиях. Здесь уже представлена новая модификация вилки передней, задние амортизаторы. Это двухкомпонентная вилка, работает и с маслом, и с воздухом. Байков для мотокросса больше. И это неспроста. Именно с него, по словам наставников, начинают свою карьеру юные гонщики, которые уже потом порой переходят на спидвей. К тому же команда по мотокроссу уже становилась чемпионом Дальнего Востока, а также выезжала на этапы чемпионата России. Так что заслужили, так сказать. Впереди с этими обновками спортсменов ждет новая череда соревнований. Чемпионат Дальневосточного федерального округа – это Сахалин, Комсомольск на Амуре, и в этом году даже в Якутию поедем, как выяснилось. Ну и опять же на заключительные этапы чемпионата России. Что касается спидвея, то его сезон откроется только в мае следующего года. Все тем же молодым составом, без главных звезд, приморцам вновь предстоит доказать другим клубам страны, что они – одна из лучших команд России. И делать это будет Восток в свой 60-летний юбилей. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.